На каникулы зовут звезд свечения, а каникулы ведут к приключениям. С тайным светом золотым тьма встречается, и дороги млечный дым растворяется. Всем доброго времени, уважаемые граждане. Сегодня у нас будет очень интересный выпуск газеты КПСС, которая выходила на БК. А почему, ребята, интересно, вы узнаете чуть-чуть позже. Давайте посмотрим. Кстати, сейчас я вот тут кое-что подшаманил, ребята. Хорошо текст читается, если выбрать режим черно-белого монитора. Давайте попробуем. Так, надо нажать N. Вот так вот пару раз. И вот, ребята, вроде бы цветной, но вроде бы и цветной, и вроде бы черно-белый, да, получить режим? Скажем так, это режим, монохромный режим на цветном мониторе. Вот так вот работает странно. Даже не знаю, как по-другому сказать. Газета основана 8 марта 92 года фирмой Token Corp. Ребята, чтобы нам читалось хорошо, мы нажмем вот такую волшебную кнопочку. В моем эмуляторе это имеется. Ребята, вот смотрите. Значит, первая БК 0100. Ух ты. Слухи и реалност. И энд-энд реалност. Ребята, вот что самое интересное сегодня будет интервью с великим Джунгуровым. Ух ты. Ребята, с Джунгуровым. Конечно, я бы хотел с ним взять интервью на канале, но, к сожалению, Джунгуров наш канал, ребят, не посещал. Но хотелось бы, ребят, с ним пообщаться. Мне его игры реально нравятся. Ну, не все, но многие нравятся. Жалко, что этот программист у нас на канале не был. Многие его, скажем так, не особо так жаловали, скажем так. Ну, игры у него есть достойные. Так, и номер 4. Слухи от МКТшника. Интервью с автором ГК ЧП. Не знаю, что это такое. Как переделал черно-белый монитор в... И дальше, ребята. Номер 7. Что новенького у Михаила Королева и его МКТ Корп. Номер 8. Фирма Роза перестала... А, пересела на синкер. КПСС, ребят, закрывается. Да, неужели, ребят? На самом деле, нет, он не закрывается. Еще, ребят, еще есть выпуски. Еще есть много выпусков КПСС. Как минимум, ну, не буду говорить сколько, но... Достаточно, скажем так. Чтобы эту тематику продолжать. Ребят, пишите комментарии. Стоит ли эту тематику продолжать? Нравятся ли вам эти выпуски газеты? Так, читаем. Эту, а может, совсем другую информацию. Читайте в 8 номере КПСС. Съезд независимых газетчиков. Парт 2. Ну вот, наконец-то, не за... Ой, ребят, извиняюсь. Вот, наконец-то, небезызвестный Пал Бинарыч снова созвал СНГ. Хотя на этот раз на съезде не присутствовал великий юморист Данила. Но все равно было очень весело. Лужин Данилы временно замещал Пал Бинарыч. Ребят, я не знаю, кто такой Пал Бинарыч. Поэтому я просто считаю, озвучиваю. Особенно в первую половину СНГ. Так. Кстати, на СНГ пригласили так называемого лучшего ВК-шечника из менеджеров и лучшего менеджера среди ВК-шечников. Так он себя сам назвал. Во время второй половины съезда глаза всех присутствующих, из-за исключения менеджера и Пал Бинарыча, который просто осмотрел менеджеру в рот, устремились в сиреневый удар. Так как почти все время менеджер рассказывал, как хорошо на ЭБМ-ке и как плохо на БК-шке. Ой, как я его понимаю, ребят, как я его понимаю. Во время разговора два или три раза употребили самое основное слово СНГ и слово газета. Так как о газетах вообще не упоминалось, а по словам Пала Бинарыча, здесь собрались бунтари клуба. Ух ты! По его мнению, это и есть газетчики. По нашему личному мнению, самый-самый-самый бунтарь в клубе это товарищ Страхов. Ребят, я не знаю, кто такой Страхов, поэтому опять-таки пишите, комментируйте, кто это такой. Как всегда, решили один единственный вопрос, касающийся клуба. При выходе с заседания клуба для тех, кто не хочет двигать стулья на свои места, платит на выходе червонец и уходит с чистой совестью. Ух ты! Ничего себе! Вот так даже подавший данную идею хочет остаться неизвестным. Но да, я его понимаю. Окончилось все тем, что менеджер стал Ребят, опять опечаточка, опечаточка, всал. Ну ладно, пускай всал. И сказал, я рад, что у ребят такое широкое понимание дела. И все. Номер 2, последняя рубрика. Ненавижу. Первое. МКТ. Токен. Жирная сволочь. ТА. Ненавижу байт. Софт. Номер 3. Токен. Ненавижу садистов и извратся в Тварк. Курпик. Номер 4. Онлайн. Брыков и Шишканов. Или как вас там по отчеству? Ну, вы хамы. Номер 5. Воланд. Ненавидим брекера. Ух ты. Ребята, у меня на канале подписчик брекер. Но это не он, наверное. За НС от 0.3 Первое 0.6. Ребята, я не знаю, что это такое даже, поэтому без комментариев. Пишите, кто знает, что это такое. Номер 6. GM Soft ICB Corp. Ненавижу всех по утрам. Ага. Вот. SSW End Eagle. Ненавижу ферму чек. Ну, тут на любителя. Номер 8. Сам ненавижу Aragon Corp. Номер 9. Токен. Ненавижу Кобякова. Он запортил своим SQ-тестом мой КПСС. Вот так вот, ребят. И это все во время БКшки еще были такие газеты еще до форумов, ребят, до форумов, до интернета великого. Номер скажем так, номер 3. Позиция у нас. Мелкие высказывания. Пункт 1. Как же хорошо было года 2 назад. Никто никого не знает. Грязь не обливает. Ассемблера не знают. На бейсике пишут, что 10 килобайт очень много. Номер 2. Специально для изврата. Антиревенж с номера 2. До бесконечности выходить не будут. Время жалко. Разработки стежков про вас не путать с VS какой-то VS уже есть. И составляют в общей сложности около 50 тысяч байт. Звоните, прочитаем. А, АОН даже стоит. А звонить нужно по телефону. Алексею некому вице-президент Воланда. Понятно. Кстати, всем, кого интересует личность президента изврат софтвар. изврат софтвари. Ух ты. Как же тут ребят троллили. Даже на багажке ребят троллили. Советуем обратиться к МКТ или к премяннику в кавычках не скажут. Бейте их, ребят. Я не знаю опять о чем речь. Пишите комментарии, кто в курсе о чем тут вообще происходит тема. Номер три пункт. А знаете ли вы, что у онлайн загорел монитор, кстати, как и у огромного количества московских и грузинских программистов. Подробнее читайте в Таймс. Номер десять. Он теперь работает в компьютерном центре на Щелковской. А, все, кто хочет увидеть очередную версию уже почти готового Пакмана, а возможно и сперить его, приезжайте в центр на Щелковской. Адрес читайте в КПСС номер три. Кстати, номер то у меня есть на канале. Ребят, смотрите, читайте, у меня уже много номеров озвучено и прочитано. Читаем дальше. Здесь вы также можете приобрести совершенно новые программочки для БК 0.10 и даже 0.11 и даже Синклер цены намного ниже, чем в том же чеке. Например, Хоббит там стоит всего 15 руб, бегите туда и хватайте пока дешево. Как это делает товарищ ? озвучивать. Так, Байт Софт выпускает теперь новую газету под названием Ран. Там будет интервью с великим токеном. Читайте Ран. Хорошо. Фирма Барсик Корпик ЛТД пишет свою рекламу. Что он будет рекламировать? Он сам пока еще не придумал. Читаем дальше. фирма R&D Корп Инк продалась фирме Байт Софт. Теперь все права распространения принадлежат ему. А на картинке новой игры R&D Софт Инк которая называется Танк Команд А Танк Команд извиняюсь красуется надпись распространению через клуб БК не подлежит. Кстати клуб на станции метро Свиблова Иви Клубище Как написано в газете ГК ЧП есть кладбище ударения на букву И Кладбище поняток для программ которые там появляются и вот этого очень сильно страдает карман автора написавшего эту программочку Номер 7 Фирма МКТ Корп уже сделана но не выпущена версия 0x09 программа ДЭС Ну хорошо Новые поступления Совсем недавно приехала кассета с игрой XENON которую изначально хотела купить фирма Чек за 7000 рупий Как и было условлено SSV Корп а не SSU Ох ты Как его вызвали в БК позоре прислал кассету XENON который был как всегда глючно зачищен еще SSV прислал копировки который работал только признание пароля который SSV обещал сообщить после получения денег в расчете на то что защиту никто не снимет защиту сняли и чек отказался платить но зато на отложенные деньги купил Хоббита интересные расклады для тех кто еще не знает сообщаем пароли XENON О да ребят ну игра XENON у меня на канале тоже видосик у меня есть да Мислит старт игры Вечная жизнь Брокин совершенно верно надо этот пароль вписывать именно во время игры и техникал задание управления и дальше коды которые вы уже увидите на экране да опять кстати вот очень интересные коды для тех кто эту игру не знал скажем так до этого до того как пункт номер 4 внимание программистов работающих на БК 0011 созрела классная идея образовать клуб БК 11 и взять в свои руки монопольное распространение программ 11 прямо от авторов то есть самые новые программы будут только да на месте я ребят попью чайку пока хороший чай купил сегодня с бергамотом вкусный так бла 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 номер телефона чайников просьба не беспокоиться это не для них как же ребята авторы троллили или троллили на данный момент идеи поддерживает фирма ELM софт Билл Корп Токен Корп и Галтед ух ты даже Бортник там участвует Билл Корп ребят Токен Корп Бортник Борис далее модель клуба БК 0.10 совершенно устарела и совершенно не годится лучше удавиться удавиться носу ой удавиться на суку ребят вот как написано так я читаю что бы это не значило я без понятия что это за сленок такой у БКшников номер 5 черный список многие программисты ходят на другие машины и они глубоко не правы ну как сказать вот кратый список тех кто будучи в бреду предал БКшку ай квкор перешел на окнц шишкин софтвар перешел на IBM кстати ребят шишкин софтвар у нас на канале был по моему ну не знаю тот ли шишкин RDA это Романтовский насколько я помню ушел на BIM УЕС Корп УКНЦ Роза Корп не знаю УЕС ребят тоже не знаю СВ Корп это почему-то знак вопроса стоит СВ Корп это наш любимый сами знаете кто ребят угадайте кто СВ Корп пишите комментарий я не буду озвучивать вы должны знать и DIM Корп и FB Корп пришли на Синклер DIM Корп ребят мы тоже знаем отличная контора благодаря усилиям Power Production бывший МД Корп Олег Комарчук остался работать на БК А вот некоторые продают Синклер и покупают БК 0011 как это сделал Бут Сев Софт и это правильно и это правильно товарищи это делать можно и нужно а вообще Синклер убогая машина там нет ни музыки ни графики так как и на УК Цене говоря уже у IBM ну да нам да ребят здесь троллили троллили хорошо как вы уже поняли фирма Димкор пошла вместе с ФБ на Синкер типа Пентагон Су 28 теперь изучает тамошний ассемблер что он собирается там писать так еще кого он хочет переплюнуть непонятно сложно его понять на том едим неясной смутной тусты ребят я комментирую я не против этого человека я его не знаю я просто комментирую то что написано предложение великого прудковского я предлагаю всем программистам подумать над идеей в связи с тем что андос очень хорошая система и она развивается и в связи с тем что многие работающие на IBM дома работают на БК жадут хорошего языка на который можно программировать дома то есть брать на работу а брать работу на дом это должен быть язык высокого уровня типа C Pascal IDR ну другие по синтаксису и формату чтобы был совместим с IBM а IBM овским акты и чтобы пришел из дома набил отходил просмотрел записал и придя на работу сунул диск и понятно для тех кто возьмется за это предлагаю помощь ребята извиняюсь у меня один нос у меня часть носа забита поэтому немножко могу говорить могу говорить немножко в нос извиняюсь про продула меня сегодня так вся литература машина и огромное количество ценных советов сейчас опишу к норду спец утилиту которая позволяет записывать файлы норда в формате IBM для тех кто не работает в андосе так если кого-то смущает инфляция то есть нужны деньги то данное предложение для вас если вам удастся сделать хотя бы подобие такого языка высокого уровня то есть то его можно продать и здорово могу помочь ники Андрей Прутковский ребят я не знаю кто это не буду рекламировать не буду писать телефоны все это на экране номер 7 системная часть КПСС многие уже давно мечтали о универсальных программах печати чисел как известно одно из самых сложных занятий это печать чисел вот несколько маленьких программ сильно облегчат вам жизнь или облегчат ребят смотрите программочку на экране я пока пролистываю медленно очень медленно скроем поэтому прокручиваем так а где же Дженгуров то где что тут ради Дженгуров то должен же быть ребят Дженгуров а почему то я с ним интервью не видел или оно было такое какое-то смутное мутное ой какие длинные коды интервью с Eagle LTD Волан пишет вот многие многие говорят что Eagle LTD извращенцы и для чего не нужно было создавать такую фирму которая только занимается извращением чужих игр окей окей за последнее время появилось очень много игрушек с хорошим сюжетом а на графику противно смотреть так что мы занимаемся полезным делом есть программы которые явно страдают дальтонизмом или отсутствуем нормального монитора цветного или в крайнем случае псевдоцветного by Eagle LTD о как Волан спрашивает ну я бы не сказал что F15 хороший ребят сюжет а все ребят это это и есть Женгров это и есть Женгров ради этого ради этого мы тут и собрались как говорится или собрались Eagle пишет между прочим когда писался F16 были еще маленькие и взяли первое что попалось под руки и вообще кто скажет что оригинал был лучше пусть позвонит по телефону некому Павлу и некому Федору по черному белому по черному и белому телефоном соответственно а вот так вот ребят тут прям мафия какая-то ну да ребят это именно с Женгровым интервью в принципе в принципе давайте переставим назад когда были маленькими ну опять таки я не в курсе о чем тут речь насколько Женгров был маленький читаем ребят дальше Волон спрашивает вот-вот говорят что в ваших игрушках можно без проблем установить вечную жизнь читаем ответ можно но сперва надо послать нам великие тысячи бабок тысячи тысячи ребят тысячи а потом ложат на кнопку SU и после загрузки программы ребят запомните комбинацию SU дроп E далее Волон как вы ваши дальнейшие планы что нам отвечает Дженгров вообще можно бы и написать свои программы но нам лениво в скором времени должна выйти Цзян Чидзы 2 что это такое ребята не знаю в кодах а такте программисты которые страдают дальтонизмом или они нарисовали левую графику то лучше дайте эту программу нам сами а то позора не уберешься первая премия имени Дженгурова ребят Дженгров еще тот тролль оказывается ребят вот я сколько раз говорил что Дженгров любит потроллить видите ребят я не ошибся ребят я не ошибся причем опять таки я этот выпуск впервые вижу так что мое мнение подтвердилось читаем дальше Волон спрашивает но чего нам ожидать в самом ближайшем будущем в эти выходные на Тушинском рынке появится новая игрушка R-Type 2 еще куча новых программ BuyEagle LTD да ребят BuyEagle это уже скажем так Дженгров 2.0 кто не в курсе Дженгров раньше под своим именем писал игры а потом он уже создал некую вот эту вот игл читаем дальше извраченец это звучит гордо ребят ну все опять-таки опять-таки Дженгров троллит Дженгров троллит по полной программе и кстати не путайте нас извратцов а мастер корпорейшн да 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 ой все ребят я дальше читать не буду тут глина Олан пишет ну что извраченцы желаем вам успеха в вашем нелегком труде на благо общества игл Дженгров пишет спасибо нафиг ну ребят молодец отлично 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 да видите вот премия имена Дженгрова АКТ не ожидал что я думал ребят будет как-то скучно вот Дженгров реально молодец тролль тролль еще тот так премия имена Дженгрова АКТ там команда и какой-то АЛАРМ не знаю что это за игры без понятия третье место пока свободно не занято так что дерзайте спешите по сцене ребят посткриптум смотрите игры которые на экране вот если у вас они есть пишите что вы не знаете и если такие игры реально существуют я попробую тогда их ребят скачать где-нибудь ребят ну на этом мы заканчиваем наш выпуск скажем так всем хорошего настроения заходите ребят на канал обязательно пишите комментарии ну как говорится собеви о х х х х х Продолжение следует...